В пятибалльной системе твердая 5. Так сами медики оценивают новое здание участковой больницы в поселке Харивер. Сегодня там производится установка и монтаж медицинского оборудования, которое уже в ближайшее время будет введено в эксплуатацию. Впрочем, до наступления долгожданного новоселья предстоит еще немало работы. Подробности у Александра Усачева. Хариверской участковой больнице на 10 коек в этом году исполнилось 40 лет. Здание 1974 года постройки обветшало и продувается ветрами насквозь. По словам медиков, при сильных морозах в умывальниках замерзает вода, мази в перевязочной застывают. В стационаре зимой можно находиться только в обнимку с обогревателем. В палатах и кабинетах не только прохладно, но и тесно. Главный врач больницы Николай Комаров приехал в Харивер работать фельдшером 15 лет назад. Уже тогда, 15 лет назад, все мы дружно мечтали о новом здании, о новой больнице. Без холодных палат, холодных кабинетов, холодных туалетов. Новое двухэтажное здание участковой больницы также рассчитано на 10 коек. Только теперь в просторных палатах с отдельными санузлами разместятся по 2-3 кровати для будущих пациентов. Стационар, согласно проекту, располагается на первом этаже, с отдельным входом, оснащенный пандусом для детских и инвалидных колясок. В здании установлена автономная система водоснабжения, горячей и холодной водой. Больница подключена к центральной котельной поселка. Функционирует автоматическая вентиляционная система. На входе имеется гардероб, помещение регистратуры, пост медсестры, пищеблок. Предусмотрены душевые кабинки. Радует простор, так сказать, здания. Радует то, что каждый специалист сейчас будет иметь отдельный кабинет. У нас будет отдельный кабинет, не будет, а есть уже детского приема и кабинет взрослого приема. Будет отдельный и нормальный кабинет в акушерке. Будет нормальная лаборатория и по своим размерам, и по своему оснащению. В новой лаборатории имеются экспресс-анализатор мочи, биохимические и гематологические анализаторы, вытяжной шкаф, термостат и микроскопы. Установлены стерилизаторы, бактерицидная камера, автоклавы и ультразвуковая мойка. В физиокабинете появились два физиотерапевтических аппарата. Аппарат для УВЧ-терапии, ингалятор. Смонтирована и подключена стоматологическая установка с турбинным наконечником и необходимым инструментарием. В гинекологическом кабинете трехсекционное гинекологическое кресло с регулировкой высоты. В родильном кабинете установлена акушерская кровать со всеми необходимыми принадлежностями. В операционной разместился операционный стол с Эджери с посекционной регулировкой по вертикали и горизонтали. В палатах, кабинетах и коридорах ведется сборка и расстановка мебели. Глядя на это здание, находясь внутри, особенно если учесть, что батареи горячие, что в здании светло, все функционирует. Светлые, большие окна. Я бы оценил по пятибалльной системе на пять. До наступления долгожданного новоселья в больнице предстоит еще немало работы. Прием пациентов проходит пока еще в старом здании, но медики дают оптимистический прогноз. В связи с вводом в эксплуатацию новой больницы увеличится не только качество медицинских услуг, но и количество населения. Уже сегодня по статистике за 10 месяцев 2014 года в Харивере рождаемость в два раза превысила смертность. Александр Усачев, Телеканал Север.